Близкие родственники гномов Соседи и близкие родственники гномов, стуканцы, переводчики, а то и сами авторы фэнтези, запросто обзывают их гномами и не испытывают никаких угрызений совести по этому поводу. Впрочем, нет, не буду всех уж переводчиков и авторов клеймить позором. У Анжиа Савковского в шестом томе саги о Ведьмаке Геральте, книге под названием «Башня ласточки» явился людям самый что ни на есть настоящий стуканец. Отличался себе персонаж язвительностью речи и резвостью беги, ввиду чего был использован главным гером в качестве лошади. Впрочем, с доброго согласия самого стуканца. И смею тебя уверить, в подобной ситуации большая редкость. Скорее всего, такое лишь один раз ты произошло, и посему было описано в книге, как нечто уникальное. Обычно стуканцы все-таки не возят на плечах ни ведьмаков, ни людей. Обычно они совсем другими делами занимаются. Хоть они и родня гномам, но не так талантливы в профессиональном плане. Они только рудокопы, ими владеет лишь добывательский азарт, а изготовление произведений искусства их не интересует. Видеть стуканцев приходится нечасто и только издали. Они проходят в дальнем коридоре. Коренастенькие фигурки, одетые, как и рудокопы, кожаные фаруски. В руках несут лампы и рабочий инструмент. Особо отличают стуканцев непомерно большие ступни ног. А поскольку все рудокопы ходят в тяжелых, подбитых железом башмаках, то и стук от передвижения стуканцев по штольням, как ты понимаешь, их имени весьма соответствуют. Посему слышать их приходится очень часто. Они постоянно стучат и шумят подошвами башмаков, молоточками. И иногда приносят немалую пользу. Могут, например, предупредить об опасности, об обвале или затоплении. При этом они принимаются быстро и нескладно стучать своими молоточками или плачут так громко, что люди могут услышать их. Могут стуканцы и на жилу богатую навести, если относиться к ним уважительно и оставлять для них в шахте угощения. Стуканцы совершенно не выносят шума в шахте, а тем более руганье или свиста. Знающие люди утверждают, что свист для них особенно невыносим. Не любят они, когда люди начинают прокладывать новую штольню в том направлении, где работают сами стуканцы. Чтобы защитить свои разработки, они могут устроить обвал.